приветствую всех значит сегодня у нас будет обзор и вскрытие цилиндра фирмы теса это т-60 к 1 профиль значит цилиндр имеет интересные пины какие пины так и нижний ряд пинов с проточками открывается данный цилиндр не просто и многие ребята не могут его открыть даже вскрывая такие цилиндры как коле именно стеса и у многих проблемы поэтому мы на обучение индивидуальном будем затрагивать отдельно цилиндры этого производителя это испания и будем учиться открывать эти замочки помимо принципа вскрытия мы будем рассматривать также самые распространенные замки вот значит на что хочу обратить внимание 6 пинка перфа профиль второй стороны у нас к сожалению нет цилиндр достался после аварийки ключика от него нет ранее мы его не вскрывали высот не знаем поэтому сколько времени уйдет на вскрытие давайте мы сейчас это увидим установим тисочки и после продолжим наше вскрытие а а и мы видим вскрытие этого цилиндра сейчас на данный момент цилиндр открылся это быстро сложность вскрытия этих цилиндров заключается в их пинах сейчас мы увидим пины, разберем и посмотрим так, я возьму специальную штуку так, это у нас давайте я сюда переложу чтобы пины не путать не собрал замок у нас урок был по двурятке и я разбирал его вскрывали так, теперь давайте я так, так, так оп опа так, теперь нам необходимо снять стопорное кольцо стопорное кольцо оп, стоять, стоять, стоять стоять ну, кольца у нас есть цилиндр мы потом этот соберем и я отправлю его для обучения тем, кто хочет обучаться и обучается у меня аварийному вскрытию я отправлю этот цилиндр так, одну секундочку вот эта штука так, теперь у нас мы видим кей пины шесть пинов давайте сразу, наверное, вытрусим посмотрим их оп и изучим пулак цилиндра так вот такой вот профиль у нас имеются в плаге в плаге имеются проточки в которые установлены эти пины давайте я сейчас ближе покажу эти пины то есть мы видим что все в кей пины являются с проточками и давайте теперь посмотрим какие у нас пины имеются в корпусе замка обратите внимание здесь все пины по идее должны быть вот такой вот формы я уже не раз открывал эти замки у нас будет урок в обучении по вскрытии теса как открывать конкретно эти замочки этого производителя английский перфопрофиль то есть мы будем рассматривать рассматривать вскрытие этого цилиндра на что обращать внимание ну и вообще как вскрывать гарантированно эти цилиндры мы видим какие здесь пружинки вот такие вот оп в общем поднимем и давайте обратим внимание на на лузы так 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 проточек в лузах нет в общем вот такой вот цилиндр цилиндр плах мы рассмотрели корпус замочка рассмотрели значит я соберу тогда этот цилиндр наверное без вашего участия или если хотите давайте можете поприсутствовать при сборке я пока установлю обратно пружинки и соберем этот цилиндр так еще одна пружинка у нас завалилась так 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 значит пружинки у нас установлены с плюснутой частью кверху я так понимаю скорее всего это деформация пружинок произошла ну а может такие пружинки в принципе есть я уже не помню я один раз разбирал этот цилиндр это было очень давно так давайте оп давайте еще раз рассмотрим пин пины все стандартные имеют вот такую проточку открываются цилиндры эти довольно таки проблематично несмотря на то что перфа профиль имеет большую замочную скважину и инструмент любой можно практически использовать но много инструмента не любой но много инструмента подходит так давайте установим эти пины еще раз обратим внимание на пины пины вот вот такая вот секретная часть у нас в замочке вот ну в принципе мы его собрали замочек собран стопорное кольцо стопорное колечко мы одеваем сейчас в общем стопорное кольцо я не буду одевать потом одену его не буду затягивать это видео значит на что хочу еще обратить внимание данные цилиндры но имеются только в таком исполнении но у меня именно т-60 к второй цилиндр который ранее вскрывал тоже т-60 q я уже открывал на своем канале но без разборки и сейчас я захотел его показать пины сложность этого цилиндра во вскрытие думаю вы уже видите понимаете и те ребята которые у меня обучаются получив эти цилиндры они смогут в дальнейшем научиться открывать тесу и другие цилиндры которые рассматривались на моем канале еще будут рассматриваться потому все эти цилиндры а потом собираю и отправляю их людям для обучения которые у меня обучаются в общем на этом я буду заканчивать это видео если какие-то вопросы будут оставляем в комментарии по возможности постараюсь ответить всего хорошего